Это просто достаточно банальная и общая, легко произносимая, сложно реализуемая фраза. Шанс на это есть, но только стоит учитывать, что Алиев требует от арбян возвращающихся получения азербайджанского гражданства. Обязанностей много, а защиты как таковой нет. Особенно с учетом того, что участников прошлых конфликтов, как мы знаем, в Азербайджане задерживали и арестовывали. Так что это все благие слова. Не более того, да, теоретически шанс к возвращению есть. Хоть с каждым месяцем, годом он будет сокращаться просто потому, что ветшают, разваливаются сами дома, поселки и инфраструктура. Но вероятность даже в случае заключения мира между странами на возвращение не нескольких сотен, а реальное, очень мала. Потому что доверие будет восстанавливаться годами, десятилетиями. Я не вижу никакого особенного давления от США на Алиева. Есть разговоры, есть диалоги, есть закулисный формат огромный, есть то, что всплывает периодически. Есть действия со стороны США, есть противоположные им действия со стороны Москвы или отделения со стороны Брюсселя. Все это происходит. Мы на Алиева сейчас не так много желающих давить, как минимум, потому что Алиев стал более независимой фигурой. И в плане поставок энергоносителей и транзита из Центральной Азии. Поэтому очень сложно на него давить, без риска того, что он уйдет в сторону своих противников. И Алиев сам это прекрасно понимает. Возвращение армян в Карабах уже сейчас не даст Москве никаких политических козырей, точек давления, возможностей для неких геополитических игр. Сейчас фактически это сводится к судьбам и биографиям конкретных людей. Не более того, а проблемы обычных людей в России даже собственных мало кого волнует. Не то, что беженцев из Карабаха. Это вопрос гуманитарный. Не более того. И по инерции страны, которые занимаются подобными вопросами, их поднимают. Ну плюс в Штатах, конечно, есть давление армянской общины. Просто через это время вы же сами видите, что и в Азербайджане, и в Армении на самом деле сокращаются. Территории пересерии люди переезжают в города. Да. И возможно, через несколько десятков лет просто местность никому не будет нужна. Не странно сейчас говорить. И у людей будут другие заботы. Тогда просто вопрос отстанется сам по себе.